Всем привет! В эфире программа Культфьюжн. Ваш гид по культурной жизни и индустрии развлечений нашего с вами города. 1 февраля в Твери состоялись премьерные представления нового шоу «Легенда цирка» в зале «Аншлаг». И это неудивительно. Сложные и неповторимые трюки, мощное, динамичное светомузыкальное сопровождение, красочные номера и сочетание кавказского темперамента с утонченной восточной грацией. У вас самый теплый зритель. И прошу всех наших зрителей, чтобы они приходили в цирк, и мы их будем радовать. Мабушек, мам, пап, все. Это настоящее искусство, где ты не схалтуешь. Рискованные трюки воздушных гимнастов, забавные номера с дрессированными собаками, медведи, проявляющие чудеса, акробатики и смекалки. Все это можно увидеть в шоу, но особый восторг вызывают, конечно же, великолепные лошади. Шоу очень легкое, воздушное, яркое и запоминающееся. Отверчане смогут увидеть новое шоу «Легенда цирка» в предстоящие выходные. Киноконцертный зал «Панорама» продолжит удивлять тверичан и в новом 2020 году. Как? Расскажет арт-директор ККЗ Светлана Шепет. Добрый день, дорогие друзья. Сегодня мы с вами немножко поговорим о джазе. Что это за понятие и откуда вообще взялось слово «джаз». Слово «джаз» само по себе не имеет какого-либо глубочайшего значения, либо истоков. Его происхождение до сих пор порождает множество споров. По одной из легенд, Кларес Уильямс, один из основателей этого направления, употребил слово «джаз» в одной своей композиции, и оно буквально разлетелось в разговорной речи того времени, а после стало названием целого направления любимого и узнаваемого всеми зрителями музыкального стиля под названием «джаз». Несмотря на то, что изначально джаз считался музыкой афроамериканцев, мы понимаем, что в нем буквально происходит слияние музыкальных течений со всего мира, от европейской камерной музыки до афробита. Вот одна из цитат известного джазового музыканта Луис Армстронг как-то в ответ на вопрос, а что же все-таки такое джаз, ответил. Если вы задаетесь этим вопросом, то вы никогда не поймете, что такое джаз. Интересно, но благодаря джазу в Америке появились фокстрот, чарльз-тоун, аргентинская танго. Удивительно, но во времена расцвета джаза женщины стали вести себя более свободно. Еще более удивительно, что во времена расцвета джаза женщины получили право голосовать на выборах. По моему мнению, безусловно, это совпадение, однако, как знать. А мне вспоминается один интересный случай, который произошел на концерте известного также джазового музыканта Игоря Бриля. По окончанию концерта, когда публике не хочется расходиться, когда в зале звучат еще отголоски исполняемой программы, а музыканты ловят минуты счастья, на сцену поднялся маленький мальчик и принялся что-то искать. На вопрос маэстро мальчик, что же ты ищешь? Он ответил, я ищу нотки, по которым вы играли. А нотки здесь, ответил Игорь Бриль. Вот в этом и заключается джаз. Итак, дорогие друзья, 21 февраля нам с вами посчастливится увидеть один из самых звездных джазовых коллективов. Это оркестр «Столичный джаз» под управлением Федора Лешкевича. В киноконцертном зале «Панорама» мы посетим своеобразный музыкальный джазовый музей. Ведь по праву можно сказать, что этот именитый звездный коллектив предоставляет нам уникальную возможность услышать, понять, почувствовать и погрузиться в исполняемую программу так, как она звучала именно в ту эпоху, когда была написана. Творческая концепция коллектива заключается именно в этом. Исполняемые произведения, которые принадлежат эпохе свинга, звучат в оригинальных обработках и аранжировках. Руководителем и основателем коллектива явился известный джазовый музыкант России Федор Лешкевич. Интересный факт, но первое высшее образование Федора Лешкевича это технический университет имени Баумана, который он успешно закончил. Но музыка все-таки взяла верх. И он объединил вокруг себя таких же влюбленных в джаз талантливых музыкантов, которые умеют отобразить все принципы звучания этого направления. Очень важно, что эти музыканты также в совершенстве владеют искусством импровизации. Именно эти таланты и эти возможности дали коллективу так быстро взлететь на звездный небосклон известных российских коллективов. Ведь столичный джаз под управлением Федора Лешкевича существует сравнительно недавно. Однако он завоевал и любовь, и признание слушателей и зрителей. И нам с вами предстоит в этом убедиться. 21 февраля в 19 часов встреча с оркестром в столичный джаз под управлением Федора Лешкевича. А сейчас наша традиционная рубрика «Кинообзор», что сегодня идет на большом экране киноконцертного зала «Панорама». Расскажу прямо сейчас. Главный герой мультфильма Лэнс Терлинг – лучший в мире тайный агент, стоящий на страже спокойствия и безопасности людей. Он обладает бесконечным обаянием, носит черный смокинг и любит шик. Кто еще в мире, кроме великолепного Лэнса, справится со сложнейшими заданиями? Только он – супершпион. Лэнс много времени посвящает совершенству своего тела. Он коммуникабелен и успешен. Легендарный шпион. Всегда одет с иголочки. Уолт Беккет. Уолт Беккет – полная противоположность Терлинга. Классический ботаник, замкнутый, нерешительный и странный. Но при этом социопат Уолтер наделен незаурядным умом. Парень разрабатывает уникальные гаджеты, которые супершпион использует в своих миссиях. Это преступная трата денег налогоплательщиков. Однажды над всем человечеством нависла смертельная угроза. И Терлинг берется за дело. Агенту необходимо спасти мир, оставаясь абсолютно незаметным для злодеев. Уолтер с помощью своего изобретения превращает Лэнса в птицу обычного городского неприметного голубя. Героям, немного безумному ботанику и крутому шпиону необходимо стать одной дружной командой, чтобы успешно выполнить задание и спасти мир. Я хочу нижнее белье из одного комплекта, я хочу в Париж, хочу увидеть мир. Я хочу замуж за любимого, я хочу новые духи, я хочу отдать кредит за окна, я хочу найти паспорт до свадьбы. У Марины есть тем желаний, но главное – стать счастливой. Я свой марафон, а две недели не живу, чтобы платье в лист. Это я обещала. Правда, чуть подороже вышло. В один миг судьба вносит корректировку в этот план, и при поддержке своей подруги Марина отправляется из родного Воронежа в Ханты-Мансис, чтобы вернуть любимого. Но пересадка в Петербурге и незапланированная встреча с молодым поваром Сашей становятся только началом ее пути к настоящему счастью. На этом у меня пока вся информация. Увидимся с вами в следующем выпуске программы Культфьюжн. Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»